всем привет с вами редакция girls just wanna have smart и сегодня у нас пьяный пересказ hunting at a line hd carlton самом начале видео хотелось бы попросить вас поставить лайк написать комментарий больше пяти слов также у нас социальные сети тик-ток телеграм бусти где у нас эксклюзивный контент различный и много все интересно поэтому как бы very recommend подписаться приступим начинается все с того что мы знакомимся с эдди она же эдлайн которая является автором книг и идет на пресс-конференцию на которой она подписывает книги своих читателей и у нас еще есть zed он получается хакер который воюет против human трафика и он видит фотографию эдлайн на витрине книжного и заходит и буквально сразу в нее влюбляется и решает что он должен заполучить ее себе потом она у себя в этом хонтинг-хонтит доме чувствую что за никуда следит потом она с подружкой идет в бар они решают что ей нужно заняться сексом они переписываются с ее бывшим и этот бывший приезжает к ней в дом они начинают как бы прелюдию но в этот момент к ней в дверь кто-то очень сильно стучит это за это и она этот чел психует как какой-то не секси она выходит никого нет он в итоге у нее здесь нужно нет настроения хотя и так не очень нравилось она его выгоняет он злится итоге наш бывший молодой человек падает какой-то angry rage и а проламывает кулаком стену просто типа оставляет дырку и такой это единственная дырка которую типа я пролунил в этот вечер понятно почему он бывший мы узнаем последствии что ему отрезали язык и а на утро ади находит у себя на кухне розу розу без шипов конечно же почему розы без шипов потому что зейд он не хочет чтобы анди не дай бог не поранила свои белоручки об эту розу он все шипы с розы срезать прежде чем подарить ей розу плюс заодно он обозначает что он как бы был в доме и она и находится в дне безопасности у себя же дома следующее событие которое необходимо знать это подружка нашей эди дая говорит тебе пора поебаться мы с тобой идем в клуб в клубе знакомиться с рандомными чуваками и заниматься с ними сексом потому что ну для здоровья это понятно они идут знакомиться в вид ложи с каким-то чуваками и напоминаю что наша дая она хакер они идут с рандомами каждый ездит к себе домой с рандомными мужиками домой чтобы провести ночь секса и страсти и это хакерша вообще не в курсе что нашла себе каких-то мафиози и подружки своей и тут приходит смс-ка от зейда типа если ты он любой мужчина который тебя тронется ты получишь его руки себе в очередь на следующий день и она такая сомневается но потом решает ну кому она угроза же нереальный он же как бы до этого не был в моем доме я его не видела глазами правильно правильно поэтому она все-таки решает заняться сексом с этим чуваком мне он очень нравится я бы хотела даже с ним переспать но а вот как будет смотреться его руки полностью в звездах типа у него на пальцах были звезды как окажется что типа вот как будут смотреться пальцы в звездах на моем пороге отрезанные от тела и мы такие один простая штучка конечно же короче в итоге а на нее есть stalker который угрожает ее пацану что он отрежет и руки ему руки и атака мы идем в открытое пространство чтобы он все видел то есть эта провокация по факту и она ее делает короче резко они говорят о погоде о погоде о звездах и врезка его руки оказывают своего пизде классика и а в этот момент ади чувствует что кто-то на нее смотрит и при этом она возбуждается и она думает да ты смотри на меня я получаю удовольствие ну собственно опять за стук в дверь и раз этот арчи пацан он не такой лох как предыдущий он этот пистолет откуда-то и такой типа ты стой дома я пойду разберусь он выходит и пропадает вот так вот и ади выходит на улицу типа тишина никого нет арчи нет лежит окрывавленная роза и все она понимает что какая-то хуйня звонит полицию она до этого еще позвонила в полицию когда был предыдущий стук оставила заявление потом с этим заявлением приезжает полиция типа расследовать что произошло с тем арчи и оказывается что то заявление которое она ставила его уже не существует в базе полиции мы узнаем это потому что заед хакер он это все почистил уже и то есть по сути ну ади понимает что сколько бы она заявление оставляла в этом нет смысла заед все удалит параллельно перед этим всем это арчибольд пробил дырку в стене у ади она в эту дырку залезла и нашла дневники своей бабки арчи бывший пробил дверь дырку в стене у ади и он сказал это десная дырка которая будет у меня сегодня ночью она в эту дырку залезла и нашла дырники своей прабабки у баб прабабки тоже был stalker и по сути сюжет книги делится на настоящее где ади борется с тем что не появился stalker и с всеми событиями и письма от своей прабабки у которой также был stalker и еще ей коп посоветовал типа это арчибольд 3 хуй по ми фамилия и я бы вам рекомендовал не говорись повсеместно то что у вас есть stalker потому что это сын мафиозного чувака и если в его семье узнает то что это было не как раз таки разборка мафиози а как это вы были завешены в этом то скорее всего вас пиздамут и отка окей я поняла приняли к сведению но и на следующем утро она получает его ручки красивые в звездочках на своем пороге он к можем как страшно но от принципе девочка ты того и добивалась а короче от пова зайда мы узнаем что он этого арчи выкрал пытал его мы знаем что арчи плохой чувак он бьет женщин он их принуждает очень некрасивым вещам время секса избивает и прочее и он бы точно так же сделал с ади и это служит поводом ну типа для убедения да ну все честно и мы понимаем что за действительно хороший человек он убивает только плохих парней язык отрезал язык отрезал чуваку ну потому что нехер было говорить всякую грязь про ади правильно этим языком что происходит дальше следующее такое важное событие о котором стоит поговорить это адилайд пошла в кафешку чтобы расследовать дело своей погибшей прабабки которая непонятно погибла от рук своего сталкера или все-таки же нет и заед идет в кафе с чуваком за это все это время заед все это расследует дело human driving который происходит в городе потому что пропадают дети и он дарк нейте находит видео где происходит какой-то типа ритуал на детьми с убиением ребенка за это все расследует и выходит на марка какого-то с которым он идет на встречу в кафе когда они встречаются с марком в кафе за это марк а он видит что ади пришла тоже в это кафе чтобы поработать в ноутбуке и он взял ответ что он не узнал эти начинают с марком беседовать но марк кидает типа взгляд на эту ади и более того он ее фотографирует и вот время такой заед вмешался чувак это моя баба ты не можешь типа фоткать ее и западать на нее и марк такой типа познакомь меня с ней и за такой заед такой слушай она работает у нас есть договоренность что когда я работаю она ко мне не лезет очень важный момент секс да с пистолетом причем два секса ты пропустила подождите обматываем дальше у нас происходит момент когда заед она просыпается заед появляется в ее комнате говорит и какие чего альфа кио беги маленькая мышка она бежит прячется в шкафу и он такой нашел ее по ее запаху по которой очень приятный в принципе короче он ее нашел и отвел как раз таки в ту обсерваторию в которой она хотела заняться сексом с этим чуваком то есть по факту типа наказал ее и неприятный момент потому что это было не по согласию она он ее по факту износил его пистолетом потом следующая сцена опять проникает к ней в дом он делает ей кунилингус привязанный то есть как бы тоже насильно делать и кунилингус но ей уже в этот раз прям реально понравилось вот потом ее подружка всячески поддерживают ее в этих начинаниях и потом она сидит в кафе за своим ноутбуком расследует дело про баб и в общем он знакомится с чуваком по имени марк и с ним в кафешке встречается под прикрытием по имени зак типа он тоже пытается проникнуть под прикрытием во всю эту тусовку пока не сидит в кафе с марком этот марк видит ади и такой симпатичная девчонка и шанты фоткать за и такой блять это же моя женщина и они говорит что это он ему говорит это моя девушка он такой а почему ты не подходишь из-за такой ну у нас типа такие договоры все наработки я не мешаю я работа на мне не мешает бабла марк такой нет я хочу познакомиться они подходят к ней и марк спрашивает чем она занимается за ноутбук в этот момент она говорит я расследую дело бабки оказывается марк знает ее бабку он в детстве типа это были друзья семьи и он типа был следствием знаком он не думал что она ему подыграет потому что по факту не износило пару раз и в принципе у них отношения не такие уже стабильные как могут казаться для и эти понимают что главные угрозы здесь исходят не от заида от марка и поэтому его подыгрывает и в диалоге выясняется то что марк оказывается знает о том что случилось ее бабка потому что не были знакомы и такое окей если ты хочешь узнать что случилось твоей бабкой тогда приходи на мою вечеринку педофилов окей я буду там вместе со своим парнем он как в зак он зак он сказал что его зовут зак и я короче типа он так и я вас жду я тебе расскажу про бабку тебе про сатанистские в жертвоприношение на детьми ну короче все и он оставил их вдвоем и в этот момент краски был раскол с эти то что она поняла что она хочет зейда и был момент на парковке где они заслались уже был типа ну там потрогали друг друга и так далее и шел мать с ребенком и мать теперь ребенка мама они что занимаются сексом нет они просто целовались типа и трогали друг друга и тут это ланд поняла что типа она хочет за это но и дальше идем дальше быстренько а следующее событие это они собираются на эту вечеринку к марку за и дарит эдди охуенное красное платье туфли то есть весь по тотал луки собирает это такая говорится и подружки да и в принципе да это изнасилование но мне очень нравится и она себе потом говорит мне лените шопится поэтому я одену то что мне прислал и пойду вместе с ним на эту вечеринку они идут на вечеринку по дороге на вечеринку она делает меня дзейду это первый секс который происходит по общему согласию в этой книге она идет мне дзейду и при там после того как она делает мне она встает абсолютно типа не нужно управлять не прическу не макияж и тут два варианта либо она хуёв работала либо у нее какой-то магический типа мейкап и хэр сет все вместе они едут на вечеринку и там все разговаривают друг с другом открыто как будто бы нет никакого-то какого-то secret society и этот марк там начинает какие-то свои дела обсуждать при чужих людях и по итогу они заеду немножко послушали и пошли в кинотеатр неистовоебаться это был второй уже секс по согласию не было изнасилования было все не начинно они едут на вечеринку там марк рассказывает блять он напился и просто рассказывает все явки и пароли также у них происходит там у него дома есть кинотеатр в этом кинотеатре они включают какой-то типа ужастик решение включили потому что ази любит страх и они занимаются сексом в кинотеатре и это уже все как бы в эре конце шо происходит и дальше происходит ну по факту мы понимаем что марк положил глаз на ади и он хочет ее в эту всю систему химин трафикинг забрать чтобы она была там рабыней проституткой что происходит дальше фр мероприятия на которые ходят наши дамы каждый год и причем да я на одной из фр фр бреванула и и да нет она обоссалась она обоссалась на одном из тракционов и до от страха и эти ее до сих пор типа подкалывает с этим и принципе ну типа девочки угарщица и они наряжаются как шишки разумеется и идут тусить за типа следит по факту не пошел с ними он следит за эдди потому что она там была и за марком за педофилом потому что это его миссия главный проект на его работе и он такой типа один глаз сюда один глаз сюда все хватает глаз и марк встречает эдди и такой о май гад ты тоже здесь такая неожиданная ситуация а где твой ёбарь и отка он пошел пописать сейчас скоро придет и он такой а окей эдди такая хум боже мой слава богу я от него типа отвертелась параллельно он следит за эдлайн потому что он такой тип ну хай моя девочка погуляет повеселиться но я буду здесь и тут он видит что марк подкатывает яйца к ади и такой мне нужно туда идти он заходит с ними в дом марк со своим другом просто блять как хищник такие занеслись а он начинает это и зеленое значное зрение это же так же за ними за это же так вот идет а за ними себе они все встречаются ади с подружкой улепетают азейд марк со своим другом и себе встречаются пацаны пока этот сыт мы должны ее выкрасть он ничего не просечет они заходят дом ужаса какой-то эдди там ходит ходит спокойно ходит никаких проблем нет и зэд за ней по пятам и по итогу на зейда нападает вот это вот кукла проститутка про которой есть отдельная серия книг которая типа устраивает свою вендетту над всеми плохишами она нападает и он такой я неплохой парень я сам охочусь на тех кто тебя занимается фьюман трафиком педофилии и вот всем таким прочим и она его отпускает и она вместе с зэйдом арестовывают как крадут а майка и его чуваков на пытку пока а вот эта девчонка пытает этих чуваков за это отправляется в комнату зеркал куда в конце концов конечно же доходит адлайн и у них происходит секс первый полноценный с пин трещином сидела очень долгий очень чувственный где они много узнают друг о друге он такой интимный во всех смыслах в это время ее подруга просто ждет два часа в машине и она идет его к своей подруге придумывают охуительную историю которая конечно же никто не послушает и такая все я делала то-то-то все окей и подружка вообще это как почему ты выглядишь и пахнешь так как будто бы ты ебалась и отка окей все переносимся к моменту что там зэйд он идет на тусовку сборища где разыгрывают маленькую девочку как типа приз который можно выебать и так далее он решает ее спасти и по факту типа там наряд ментов врывается он убегает спасает девочку марк тоже спасается все окей и самое ужасное что на протяжении всей книги за это транслирует мысли то что ты должна мне родить было бы классно родила детей и при всем можем удочерить девочку и ты будь это ужас мне это не нравится они возвращаются домой и а те полностью уже по сути принимает что у нее есть чувство к зэйду она принимает их вот эту нездоровую ненормальную связь зэйд после того как пытал и убил марка возвращается к ней у них опять происходит в игра в изнасиловании где она от него убегает он ее догоняет и они очень странно занимаются сексом машине очень странно почему там настолько непонятные позы что представить это в сознании здорового человека очень тяжело они занимаются сексом и после этого у них происходит ночь откровений где они наконец-то нормально как взрослые люди разговаривают делятся своими какими-то переживаниями жизненные министра и бла бла и наутро просто чинно мирно бьют о пьют кофе а и заходит да энд к боже я думала мы его ненавидим а он себя в трусах пьет кофе он идет на миссию он оставит своих людей охранять adeline а сам идет на миссию вот этого вот со сайте который занимается тем что пиздит детей и пьет их кровь или насилует непонятно они насилуют пьют кровь съедают плоть то есть вообще уёбки вообще молодец дальше он идет в все еще внедряясь в сообщество там дальше происходит инициация происходит посредством ритуала где нужно убить маленького ребенка опять таки и вот он приходит в этот ритуал там он еще двое чуваков и там кому-то из них дают как бы право первого 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 удара да и ну типа и он делал так чтобы право досталось ему он берет нож и он бывает не ребенка естественно он пихает этот нож в соседа своего другого уёбка и как бы он думал что у него все на мази но тут происходит взрыв приходит его лучший друг который типа вот типа с ним в этой ассоциации и ему им наставлять типа пистолет к башке типа наставляют как слово что представляют пистолет к башке и он смотрит на этого человека и непонятно узнал он его не узнал то есть типа узнал он его узнал и такой о май гад кто это мы хуйками кто это и дальше пов возвращается к ади ади такая получает на телефон эсэмэски от своей подружки дай с просьбой о помощи но сообщение вообще рога умираю простите но сообщение вообще не похоже на сообщение отдай но решает что нужно проверить едет и спасать свою подружку даю и по дороге ее машин также взрывается она очнулась после аварии в машине друзей этого арча которого в самом начале пытал и убил зейт на этом событие первой книжки заканчивается вот эта романтическая история закончилась не начавшись в следующей части мы узнаем больше собственно на этом все мы очень надеемся что вам понравилось это видео пишите комментарии пишите читали ли вообще эту книгу нравится ли она вам читали ли вы вторую часть продолжения потому что на самом деле она уже не такая веселая как первая также подписывайтесь на наши бусти где очень много эксклюзивного контента и ранее доступы на телеграм-канал где тоже очень много интересного мы рассказываем и обсуждаем про книги которые мы читаем и записываем подкасты и в принципе очень классная комьюнити также подписывайтесь на наш тик ток и спасибо большое что были с нами всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр